ребят как думаете что происходит после смерти ты перестаешь ее бояться это верняк смерть не имеет к нам никакого отношения когда мы есть то смерти еще нет а когда смерть наступает то нас уже нет с точки зрения философии звучит круто но по факту эта цитата пробуждает во мне лишь экзистенциальную тревогу ты что не знаешь где ты был до рождения туда же и вернешься в яйца моего бати люблю быть в яйцах твоего бати единственное место в котором я чувствую себя спокойно мы проснемся пойдут финальные титры из майнкрафт поэма края 42 те кто нас любил будут по нам скучать киану ривз если тебе повезет кто-нибудь удалит твою историю браузера твое сердце остановится мозговая деятельность прекратится и твое тело постепенно станет комнатной температуры возможно это все равно что уснуть только тебе не будут снится сны и ты не проснешься сон тренировка смерти сны смерти лоскутки о как они мне ненавистны эдгар аллен по я не сплю ведь сон брат смерти нас когда моему деду стало хуже и было ясно что он не поправится ему предложили проводить консультации с психотерапевтом или священником так ему было бы легче подготовиться к концу он был не особо религиозным человеком но вырос в христианской семье в итоге дедушка выбрал несколько сеансов со священником он хотел поговорить с ним о жизни ее конце и возможной загробной жизни священник задал ему вопрос вы скоро умрете что вы по этому поводу думаете на что мой дедушка ответил я не знаю я никогда не делал этого раньше надеюсь когда придет мое время я буду чувствовать такое же принятие хотел бы я быть таким же трезвым мыслячим человеком как мой дед который является для меня примером и героем в любом случае мы не знаем что будет после смерти все что мы можем сделать это подождать и увидеть и меня устраивает такой подход тоже что было до того как мы родились эта мысль вызывает у меня экзистенциальный кризис впрочем как и мысль о том что мое сознание будет жить вечность даже если я буду существовать в каком-то раю мысль о вечном существовании все равно меня очень пугает я верю что мы существуем вечно но в силу своей природы мы не способны этого понять дело в том что мы никак не можем испытать на себе небытие не имея при этом мозга мы способны переживать только опыт существования так что если мы станем другими людьми или другими существами то мы все равно не будем в курсе о наших прошлых жизнях поскольку мы физически не можем хранить о них информацию если однажды мы появились из ничего то есть шанс что мы сможем появиться оттуда снова а может быть вселенная постоянно сжимается и расширяется происходит бесконечный цикл больших взрывов проживания жизни снова и снова в одной реальности мы существуем а в другой нет каждый раз разные результаты и цепочка событий вообще да ты же уже был мертв миллиарды лет наверное будет тоже самое когда умрешь если желаете узнать мое мнение я бы хотел чтобы существовала реинкарнация скажем атомы из которых ты состоишь в конце концов преобразуются в некую форму сознания в нашей бесконечной вселенной целую бесконечность до своего рождения ты не чувствовал абсолютно ничего времени для тебя не существовало так что весь период между твоей смертью и реинкарнации в другое сознание тоже пройдет быстро ты ничего не успеешь почувствовать я бы хотел чтобы время было нелинейным чтобы ты мог реинкарнировать например в человека другого пола который жил тысячу лет назад или вообще в существо другого вида обитавшая на планете 100 тысяч лет назад или стать человеком будущего переместившись на тысячу лет вперед то есть просто проживать разный опыт снова и снова не догадываясь что ты когда-то существовал как нечто другое но в целом думаю что на самом деле все проще сейчас твой единственный шанс испытать все что угодно а ты скорее всего просираешь этот шанс работая пятидневку пашешь на работе которая тебе не нравится в свободное время набухиваешься сидя у ящика ты бесконечно прокручиваешь ленту соцсетей в поисках малейшей подпитки дофамином чтобы почувствовать хоть что-то мне нравится идея что смерть это глубокий сон но без снов когда ты спишь но тебе ничего не снится ты совершенно ничего не осознаешь не знаешь где находишься и что ты вообще существуешь я думаю что после смерти будет то же самое я придерживаюсь такой же теории но не могу понять она меня пугает или успокаивает а может я нейтрально отношусь к этой теме наверное все таки нейтрально так как ничто по своей природе не является ни хорошим ни плохим мое мнение регулярно меняется так что может быть у меня смесь всех трех чувств по отношению к этой теории в дополнение к тому что ты сказал я думаю что после смерти наступает то же состояние что и до рождения и если загробная жизнь похожа на жизнь до рождения то нас ждет состояние небытия в котором неважно кем ты был чем ты являешься в настоящее время и чем ты мог бы стать еще раз то есть да мы попросту не будем существовать и эта проблема потому что мне нравится существовать ты 13 миллиардов лет не существовал и тебя это вообще не парило ага но сейчас я попробовал и мне понравилось я буду скучать по этому чувству когда ложишься на операцию то сначала ты полностью в сознанке а потом бац и уже просыпаешься в послеоперационной и не важно сколько времени прошло этот период неосознанной тьмы мог быть пять минут или пять часов по ощущениям между ними не было бы никакой разницы так что кто знает может быть мы умрем и в какой-то момент через 50 миллиардов лет когда молекулы сойдутся в правильном порядке мы вновь обретем сознание расскажу вам как только узнаю а я надеюсь встретиться со своей любимой собакой пройти с ней по мосту радуги но боюсь что нас похоже ждет небытие моя кошка ждет меня наверняка цапнет меня при встрече человек я так долго не ела кусь я не имею ни малейшего понятия не хочу тратить время на догадки надеюсь что так или иначе я смогу пообщаться со всеми людьми которых я любил при жизни я знаю что это довольно оптимистично но надеюсь что это произойдет единственное в чем я уверен так это в том что человеческое тело и разум ограничены в способности восприятия мира думаю в итоге чтобы не случилось это будет не то чего я ожидал представь волну в океане ты видишь ее можешь приблизительно сказать какой она высоты видишь как свет переломляется сталкиваясь с ней но в один момент она разбивается о берег и вот ее уже нет но вода осталась вода просто захотела какое-то время побыть волной вот тебе буддийская концепция смерти волна возвращается в океан откуда она пришла и где ее место чиди анагоне в лучшем мире мы все являемся такой же частью вселенной как и волны являются частью океана алан ватс многие люди с улыбкой будут вспоминать меня если ты хорошо прожил свою жизнь если ты жил хреново тот таких будет 1 2 живи хорошо и люди с улыбкой будут вспоминать твою жизнь живи хреново и люди с улыбкой будут вспоминать твою смерть я надеюсь что после смерти нас ждет что-то вроде темной пустоты небытия там ты сможешь выбрать какую жизнь твоя душа проживет следующий но знаете по типу как мы выбираем персонажей в dnd и как только ты скажешь что готов ты отправишься жить новую жизнь и не вспомнишь о прошлой то есть по сути начнешь новую игру прошлый старый я похоже выбрал самую отстойную жизнь а может ты сотни раз убирал лучшие статы и прошлом у тебя тупо захотелось какой-то скучноватой жизни смерть это отсутствие всего даже облегчение жизнь словно пламя смерть словно хлад смерть это состояние всего сущего по умолчанию мы мертвы до нашего рождения также как и мертвы после конца нашей жизни в этом мире нет ничего кроме распада и обратной сборки атомов люди никогда не смогут ощутить смерть а только процесс гибели но сериал в лучшем мире кое-чему меня научил в загробной жизни многим козлам сплющивают пенисы все что я знаю это то что я не хочу чтобы мне целую вечность снова и снова сплющивали мой астральный пенис внимание упоротые бредни из моей башки мне нравится теория что когда ты умираешь вся твоя жизнь пролетает перед твоими глазами эта концепция формируется на основе наблюдений за мозговой деятельностью умирающих у гиппокампа банка памяти в этот момент замечается крайне высокая активность но поскольку во время смерти человеческий организм вырабатывает огромное количество дмт галлюциноген диметилтрептамин то происходящее замедляется до невообразимой скорости поэтому ты не можешь знать наверняка проживаешь ли ты сейчас свою жизнь на самом деле или находишься при смерти где-то в будущем и просто переживаешь все это в своей собственной голове но это не имеет значения ведь в конце ты снова начнешь умирать и все начнется заново типа зеркало в зеркале я просто хочу снова обнять моих сыновей и не отпускать смерть лишь продолжение пути начертанная всем серая как дождь завеса этого мира отдернется и откроется серебристое окно и ты увидишь белые берега и за ними далекие зеленые холмы под восходящим солнцем толкин в своей жизни я несколько раз испытывал опыт клинической смерти две травмы головы приведшие к длительной потере сознания плюс у мелкого была стрептококковая инфекция вызвавшая сильную лихорадку от которой я чуть не помер в общем два этих случая сформировали у меня определенное мнение по поводу смерти исходя из своего опыта могу сказать что когда мой организм боролся за жизнь и по большей части перенаправлял все ресурсы на регенеративные механизмы сознание как бы сбавило обороты начало происходить что-то напоминающие наркотрип который ранее испытывал после китамина при смерти любое проявление сознания не похоже на состояние сознания в нашем привычном понимании она гораздо более рудиментарно вы можете осознавать цвета чувствовать звуки ощущать тактильный контакт и так далее но в таком состоянии у вас как правило отсутствует какая-либо концептуальная структура для ощущений вы просто фиксируете ощущение и все на этом отделы вашего мозга которые обычно сортируют классифицируют и складывают все полученные данные вместе формируя сознание в этот момент попросту не работают постепенно мое сознание менялось сторону того что было больше похоже на сон время казалось искаженным как во сне по ощущениям для тебя прошел час а на самом деле прошло лишь несколько минут в этом состоянии ты меньше ощущаешь себя полноценной личностью обычно мы можем полагаться на механизмы нашего эго дабы сортировать и обработать поступающую информацию однако в этом состоянии информация не собирается в кучу она воспринимается кусками таким образом в этом беспорядочном потоке эмпирической информации становится легко потерять малейшее чувство собственного я проанализировав пережитый опыт я могу сделать следующий вывод по мере того как человек становится все ближе и ближе к смерти к окончательной остановке мозга похоже что сознание продолжает все сильнее искажаться и расширяться до бесконечности в этой конечной точке пространства и времени между смертельной агонией и окончательным отключением всех функций организма природа нашего сознания абсолютно не похожа на сознание которому мы привыкли в жизни я думаю разумно предположить что все различные концепции загробной жизни созданные мировыми религиями могут быть интерпретации буквального опыта переживания гибели умирающий человек может переживать сам момент своей смерти на протяжении веков мы сталкиваемся с чем-то подобным во сне проживаем годы в течение всего 6 8 часов и это лишь каждодневная рутина нашего бессознательного кто может сказать наверняка что станет с бессознательным и каково будет наше восприятие времени когда мы будем при смерти большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напишите как вы думаете что происходит после смерти и не забудьте посмотреть наши другие ролики пока а